Здравствуйте, меня зовут Ирина и я очень рада видеть вас на своем канале Second Club, который создан специально для любителей находок Second Hand. Целую неделю я была в Питере и подготовила для вас много интересного. В северной столице я частый гость, но с целью походов по Second Hand впервые. Думаю, многие из вас этим летом отправятся туда в отпуск, и эта информация как раз пригодится. В Питере погода очень изменчивая, часто идет дождь, поэтому лучше сходить в это время в Second Hand, чем пережидать его в отеле. Думаю, и многие питерцы найдут что-то полезное, новое и интересное в этом видео. Это мой субъективный взгляд на Second Hand из Санкт-Петербурга. Кто-то может прийти в эти магазины, и его впечатления кажутся совершенно другими. Все зависит от многих факторов. Качество завоза, настроение, с которым вы идете, мировоззрение в целом, стили одежды, размеры, цветовые сочетания и другие индивидуальные особенности, характерные для каждого человека. Second Hand это удача в чистом виде. Я лишь показываю вам свое личное мнение. За неделю я посетила 10 Second Hand, больших и маленьких, в центре и на окраине, и даже блошиный рынок на Удельной, который входит в десятку лучших блошиных рынков в мире. Я сделала с подругой, поэтому у нас был нескучный шопинг, легкий и веселый. Я вам уже говорила, что обязательно нужно найти правильную компанию, в противном случае лучше пойти одной. Очень часто наблюдаю картину, как некоторые женщины нервно бегают по магазину, только потому, что их мужья и дети устали. Вообще терпеливых мужчин, способных выдержать шопинг в Second Hand, крайне мало. Это скорее исключение. И если вы обладательница такого сокровища, то обязательно берегите, цените и хвалите. Ну а если все-таки нет, то не нужно мучить мужскую психику, пусть остается дома. В результате довольная жена с покупками и счастливый отдохнувший муж. Есть и подруги, которые будут надеть, ну ты скоро, я уже закончила, долго тебя еще ждать. Важно, чтобы вы совпадали. Только так поход в Second Hand будет успешным. В этом плане мне повезло. В каждом городе в Second Hand свои особенности и странности, что-то кажется совсем непривычным. Постараюсь рассказать об этом подробно, но вы обязательно пишите в комментариях, что интересного придумывают в ваших магазинах. Конечно, весь отпуск мы ходили не только по Second Hand. Питер это город моего сердца, я в нем отдыхаю душой. И сколько бы раз не приезжала, не перестаю удивляться его красоте и величию. В конце мая все цветет, наполняется красками, ароматами и особой атмосферой. И я как видеограф, несмотря на то, что с айфоном в руках, не беру в поездки тяжелую профессиональную технику. Не могу не снять эту красоту и не поделиться ею с вами. Надеюсь, что за чашечкой ароматного кофе или чая это время пройдет в удовольствие. Желаю вам приятного просмотра! Сравнительно недавно в Челябинске построили новый аэропорт. Раньше был Баландин, а теперь он называется аэропорт имени Курчатова. Летела я авиакомпании Победы. У них очень часто бывают выгодные предложения на билеты в Санкт-Петербург, если покупать их за несколько месяцев. Длится полет 2 часа 40 минут. Разница во времени между Челябинском и Питером 2 часа. Вылетела я в 6 утра и уже в 6.40 была на месте. Первый день обычно посвящен прогулкам по центру. Погода была отличная. Правда, у нас в Челябинске плюс 40, а в Питере где-то 20 градусов. В этом городе за 10 минут погода может поменяться несколько раз. От сильного холода с дождем и ветром до жары. Поэтому при себе нужно всегда иметь одежду на все случаи жизни, дождевик, зонт. Но сколько бы ни готовился, все равно угадать все невозможно. Первым делом, конечно же, отправляемся в сердце города. На Дворцовой площади всегда можно увидеть талантливых музыкантов и импровизированные концерты. Я, к сожалению, улетаю на два дня раньше Дня города, который состоится 27 числа. На площади подготовка к этому мероприятию идет полным ходом, монтируют сцену, поэтому здание дворца закрыто конструкциями. Можно сесть прямо на брусчатку площади, прогретую солнцем, и наслаждаться музыкой. В Челябинске так не сделаешь, потому что у нас очень грязно. Дворцы, соборы, арки, старинная архитектура, каналы, набережные, лодочки, плавающие по Неве. А самое главное, счастливые люди с улыбающимися лицами и непередаваемая атмосфера. Все это Питер. Ну а мы с вами возвращаемся к нашей теме, к секонд-хендам. Они, к сожалению, не такие живописные, но тоже очень интересные. Первым мы посетили магазин торговой сети Вова, расположенный на Ленинском проспекте, 95. У нас в Челябинске нет такой сети секонд-хендов, поэтому это мой первый опыт. Если бы те, кто посещает этот магазин, зашли в наш зигзаг, они бы были в шоке. Здесь все красиво, ровненько расставлено по парам, обувь чистая, в хорошем состоянии, ну и цены, конечно же, соответствующие. А у нас в зигзаге нужно рыться. Встречается много обуви из натуральной кожи, вполне актуальных моделей, хороших брендов, а также большое разнообразие кроссовок. Мне очень не нравится система ценников у этой торговой сети. На каждом товаре есть цветная бирка без указания цены. Минус в том, что, например, туфли с желтой биркой и кроссовки с биркой такого же цвета будут стоить по-разному, потому что это разные категории товаров. Сначала нужно правильно определить категорию, потом идентифицировать цвет, потом в зале найти объявления, соответствующие конкретно этой категории, на котором указан ценник для каждого цвета. Для меня это какой-то взрыв головного мозга, можно же просто указать цену. А еще есть такие категории товаров, на которые скидки не распространяются, и объявления об этом нужно тоже искать в зале. В общем, кручу-верчу, запутать хочу. Выбор обуви очень большой, но на некоторые категории цена доходит до 4000, и скидки не распространяются. Также это один из немногих секонд-хендов, где есть верхняя одежда из натуральной кожи. Конкретно в этом секонд-хенде количество было небольшое, есть специальный человек, который надзирает за процессом осматривания вещей. Выносить куртки из этого пространства нельзя, в примерочную тоже нельзя, можно мерить только здесь, под пристальным взглядом консультанта. С куртками, ветровками, плащами здесь проблема, все очень устаревшее, и цена доходит до 2500. Цена платьев от 400 до 1200 рублей, и ассортимент тоже не впечатляет. С брюками дела обстоят гораздо лучше, попадаются брендовые, и с хорошим составом, цена от 400 до 1200 рублей. Джинсы стоят от 500 до 2000 рублей, модели устаревшие, и ничего стоящего брендового я не нашла. Попался кардиган от Банана Репаблик из мериносовой шерсти. Основная масса трикотажа это синтетика. Большое разнообразие блузок, цены от 400 до 1200 рублей. Цены я вам озвучиваю без скидки, есть скидка дня, которая увеличивается каждый день, и к пятнице составляет 50%. Попалась даже шелковая блуза от Гэри Вебер, и цена всего 400 рублей. В этом разделе тоже можно встретить хорошие бренды. Ну и конечно идем к сумкам. Я думаю после этого обзора мне уже никто не сможет написать, что в Питере нет кожаных сумок. Они есть, возможно не такие, какие нужны именно вам, но их довольно-таки много. В этом магазине есть сумки, на которые скидки не распространяются, они лежат в отдельном месте, и без оплаты их нельзя возить по залу и брать в примерочные. Для меня это очень странно, что ты не можешь положить в корзину товар, который собираешься купить, взять его в примерочную, посмотреть как это будет смотреться с твоими вещами. Сумки в отличном состоянии, натуральная кожа, цена в основном 2200 рублей. И мы с вами переместились к сумкам, на которые скидка уже распространяется, на них другой ценник. Кстати, здесь есть неплохие варианты из натуральной кожи, в хорошем состоянии и оценили их в 1200. Огромная куча сумок, в основном из кожзаменителя и текстиля, на них никаких запретов нет. Есть еще такая же куча с обувью, и в ней мне даже попались древние туфли от Dolce & Gabbana, похожие на оригинал. В примерочную я взяла совсем немного вещей, чего-то особо стоящего мне не попалось. С первой примеряю блузу от Scotch & Soda, бирки составом не было, но по ощущениям это хлопок и шелк. У нее очень интересный рукав. Следующая находка, шелковая блуза золотого цвета, от бренда Gary Weber, она мне очень велика, взяла ее показать вам. Примерила еще вот такую летнюю от Zara, и джемпер от Converse, но это стопроцентный акрил. Еще немножко прекрасного, следующий день у нас начался с поездки в Петергоф, сначала вдохновение и красота, а уже потом походы в секонд-хенд. Насмотренность это очень важно, когда наши глаза и мозг привыкают к прекрасному, они способны распознать это в любом месте. Поэтому как можно чаще бывайте в красивых местах, путешествуйте, смотрите хорошие фильмы. Поверьте, это обязательно отразится на вашем умении видеть окружающий мир. Мы приехали в Петергоф до официального открытия фонтанов, которое состоялось 22 мая, но они уже работали. Многие специально планировали свой отпуск к открытию фонтанов, поэтому конкретно в этот день народу было немного, и нам удалось прогуляться спокойно. Правда, было пасмурно, прохладно, и временами шел дождь, но это нам не помешало. Следующий секонд-хенд, это тоже торговая сеть ВОВА, расположен он по адресу площадь Ленина, 6. Казалось бы, магазины одной и той же торговой сети должны иметь одинаковую ценовую политику и правила, но на деле это оказалось совершенно не так. Здесь скидки распространялись на абсолютно все категории товаров, исключений не было. Контролеры отсутствовали, можно было спокойно примерять куртки и возить по залу сумки. Здесь тоже был неплохой ассортимент верхней одежды из натуральной кожи в хорошем состоянии. Чем-то этот магазин мне напоминает наш Мегахенд и Кипарис. Вроде бы и товара много, и состояние неплохое, но в основном синтетика и масс-маркет. В этом магазине мне не попалось ни одной шелковой вещи и ни одного интересного бренда. Стоимость платьев от 200 рублей до 1200. Стоимость блузок такая же, от 200 до 1200 рублей. С верхней одеждой такая же история, как в первом магазине, все очень устаревшее. Попался вот такой ретро-жакет из стопроцентной шерсти, произведенный в США. Погода в Питере оказалась неожиданно холодной, и я бы с удовольствием купила какую-нибудь куртку, но в этом магазине это невозможно. Цены от 500 рублей до 3000. Под сумки и обувь здесь выделено отдельное помещение, товара много, но в основном остались большие размеры. Из всех магазинов Second Hand, которые я посетила в Питере, в торговой сети Вова, самый большой ассортимент обуви и сумок. И это еще только то, что долежало до скидок. В дни завоза я не попала. Цены на сумки от 700 рублей до 3000, но в основном попадаются товары с желтыми бирками, стоимость которых 1200 рублей. Если сравнивать с нашими зигзагами удачи, то получается примерно одинаково, потому что у нас сумка в хорошем состоянии стоит от одной до полутора тысяч. В этом магазине попалось много достойных вариантов из натуральной кожи, причем скидка в этот день была уже 40%. Есть отдельно полка с обувью по 4000 рублей и на нее тоже действует скидка. В основном спортивная обувь стоит 2-3 тысячи рублей без учета скидки. Цены на туфли от 300 до 1800 рублей. В основном попадаются товары с желтыми бирками за 1200 и зелеными за 600. В этом магазине вся обувь удобно расставлена по размерам, что очень облегчает поиски. Состояние хорошее, все чистое, аккуратное, встречаются даже новые пары. И вот если опять-таки сравнивать с нашими зигзагами, то чтобы выбрать хорошую обувь у нас, нужно очень сильно постараться. А здесь все готовое и лежит на блюдечке. Причем низкие цены у нас только на ту обувь, которую реально нужно приводить в порядок, устранять дефекты. Но если она в таком хорошем состоянии, как в этом магазине, то она будет стоить также 1000-1500 рублей. Когда я вам показываю свои готовые образы из наших магазинов second hand, то это скорее результат большого труда и потраченного времени, нежели данность. Единственный плюс наших магазинов в том, что товар плохо сортируют, и поэтому можно найти что-то интересное. Но для этого нужно перерыть гору хлама. Для меня это не составляет труда. Я люблю сам процесс поиска и приведение вещей в порядок. Только посмотрите, какое количество хороших сумок из натуральной кожи в этом магазине. Надеюсь, теперь вы перестанете сомневаться в том, что они существуют. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще здесь была отдельная стойка с изделиями изо льна, не всегда стопроцентного, но в составе он точно присутствует. Опять-таки, очень удобно, не нужно перебирать гору вещей, чтобы найти для себя льняные. Вот если бы у них была такая стойка еще с кашемиром и шелком, то это было бы вообще чудесно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще один день и еще одно удивительное место. Город Пушкин, царское село, Екатерининский дворец. На ум приходят строки из стихотворения Виктора Архангельского. Герои мифа вдоль стены стоят, дворец несут уверенно и дружно. Огромен он, но выглядит воздушным. Таким построен он все 300 лет назад. Дворец был заложен в 1717 году для Екатерины I. Строительство проходило под руководством архитектора Браунштейна и было завершено в 1724 году. С 1748 года строительством стал руководить Растрелли. Елизавета Петровна издала указ о перестройке имеющегося здания. И уже в 1756 году Растрелли продемонстрировал свое творение. Новый дворец был выполнен в стиле барокко и вызывал восхищение своими размерами и живописным декором. Лазурные фасады с белоснежными колоннами и золотыми орнаментами выглядели очень празднично и торжественно. Стены дворца Растрелли украсил всевозможными фигурами атлантов и прочими лепными элементами, которые были выполнены скульптором-дункером. На украшение по золотой Большого Екатерининского дворца в Пушкине было потрачено 100 кг червоного золота. Конечно же, сейчас это просто краска. Я была здесь в разные времена года, но особенно прекрасны сады Екатерининского парка, конечно же, весной. Следующий магазин, Планета Секонд Хенд, был расположен совсем рядом с нашим отелем на станции метро Владимирская по адресу Кузнечный переулок, 13. Красивый район, историческое здание, но сам магазинчик совсем небольшой. В каждом магазине этой торговой сети в центре зала на самом видном месте стоит стойка с гордым названием Эксклюзив. Здесь всю работу сделали уже за вас, перебрали весь ассортимент магазина, выбрали более-менее нормальные бренды и вещи из натуральных тканей. Было всего две шелковых вещи, топ и юбка по довольно высокой цене. Изделия из-за льна оценили тоже очень дорого, больше 1000 рублей. И если шелки еще можно купить за такую цену, то льняные вещи, думаю, не стоят. Каким-то образом в эксклюзиве оказалась Зара, обычные брюки стоят 1390 рублей. Думаю, на распродаже в самом магазине новые они стоят так же. Если честно, какой-то странный эксклюзив, джинсы от масс-маркет брендов в не очень хорошем состоянии, на обычной стойке они ничем не отличаются. А самое главное, что если такие вещи находятся в эксклюзиве, то есть ли смысл идти дальше? Причем никакие скидки на эту категорию не распространяются. Мне нравятся магазины, в которых товар не выбирают, только там есть ощущение поиска кладов. А здесь все уже откопали до нас. Например, в Зигзаге Удачи все вещи будут равны, отличаются по цене только те, которые новые с бирками. Но шелковая блуза и из полиэстера будут стоить одинаково. Это только мое мнение, и я совершенно уверена, что есть люди, которым нравятся именно такие магазины, как этот. А на этой юбке вообще написано изделие из шелка, но по факту там всего лишь одна шелковая вставка, а остальное полиэстер. Белые брюки Armani Jeans стоят практически так же, как Zara, в этом нет логики. Сам магазин очень светлый, приятный, опрятный, все аккуратно развешено, чистое и ухоженное. Цены довольно приемлемые, особенно если попадать на скидки. Есть отдельная стойка с бельем, все тоже аккуратно развешено, а не свалено в кучу, как в других магазинах. На бирках указывается износ товара, в основном это 15%, других я не встречала. Платье оценили недорого, примерно 500-700 рублей, что самое интересное, цены на каждом разные. Очень классно, что есть отдельная стойка с большими размерами, товара много и выглядит все достойно. Джинсы стоят в районе 500-800 рублей, но актуальных моделей нет, все очень устаревшее. Этот магазин не вызвал у меня совершенно никакого азарта к поискам, все совершенно обычное, среднее. Такое редко бывает, но для себя я не выбрала абсолютно ничего. А вот обувь здесь очень хорошая, ее не так много, как в предыдущих магазинах, но вся она в идеальном состоянии, практически новая. И цены для такого качества я считаю вполне адекватные. Было довольно много кроссовок от известных брендов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было бы интересно прийти сюда в день завоза, и посмотреть именно обувь. Наш субботний день начался с похода на блошиный удельный рынок. В последнее время, мне кажется, только ленивый не показал в своих обзорах блошиные рынки, но я на таких ни разу не была, и это мой первый опыт. Говорят, чтобы почувствовать дух Питера, нужно обязательно побывать в этом месте. Если даже не с целью что-то приобрести, то просто посмотреть. Рынок занимает площадь в 12 тысяч квадратных метров. Располагается на полосе между Фермским шоссе и Железной дорогой, и тянется от Скобелевского проспекта до Поклонногорской улицы. Сначала идут торговые павильоны, но это еще не уделка. Дальше идут небольшие домики-контейнеры, где работают постоянные продавцы. Следом идут лотки под навесом, в основном здесь продают секонд-хенд. Считается, что самое интересное начинается дальше, где товары лежат прямо на земле. С земли торгуют и случайные продавцы, нашедшие на чердаке давно забытые старые вещи, но есть и торговцы, работающие годами. Здесь можно найти старые монеты, значки, обувь временная по украшению и другие редкости. Одни собирают их на свалках, где можно раздобыть много интересного, а некоторые ищут клады в заброшенных поселениях. Не все продавцы знают истинную ценность своего товара, поэтому здесь можно найти настоящие сокровища. Но основная масса это, конечно же, хлам, вплоть до стеклянных пустых бутылочек от духов. Чтобы купить что-то стоящее в таком месте, в этом нужно обязательно разбираться и обладать экспертными знаниями. Я бы, например, не рискнула покупать здесь дорогие винтажные украшения, потому что совершенно не знаю, как их выбирать. Но даже своим неопытным взглядом замечаю, что некоторые продавцы стараются выдать дешевую китайскую подделку за винтаж. Многие выбирают в таких местах вещи для декора кафе, ресторанов и других заведений, для съемки фильмов. Было очень интересно посмотреть, но мы с подругой решили, что не доросли еще до такого формата. Все-таки я пока не готова разгребать кучи вещей на земле или даже в киосках среди толпы людей. Возможно, там и скрыты настоящие клады, но скажу честно, что этот психологический барьер я еще не прошла. Я уже давно поняла, что рынки это не мое, я совершенно не умею торговаться и меня обманывают даже, когда я покупаю фрукты. Искренне считаю, что умение покупать на рынке – это особый талант и восхищаюсь такими людьми. Сейчас мы идем с вами по целому ряду секонд-хенда. Товар развешан, хаотично навален на раскладушках, иногда лежит прямо на земле. Чтобы все это просмотреть, нужно очень много времени. Среди всего разнообразия нас привлек один киоск с надписью «Эксклюзив» и мы все-таки туда зашли. Единственное, что удалось рассмотреть – это джинсы, которые были сложены стопкой. В основном это Levi's. Состояние было ужасное, но цена 2500-3000. Продавцы здесь совсем не любят, когда снимают их товар и киоски, поэтому съемка ведется практически скрытой камерой. Уже на выходе нам попался магазинчик «Секонд-хенда», в который мы решили зайти. Сразу шокировали цены на обувь, стоила на 4-5 тысяч. В отделе одежды все битком, площадь очень маленькая, сложно даже передвигаться между вешалками. Кое-что для вас я все-таки успела снять, но потом подошел охранник и попросил убрать камеру. Мое внимание привлекла стойка с винтажной одеждой, произведенной в Германии и Австрии. Очень люблю рассматривать подобные вещи. Мне кажется, это готовые костюмы для каких-то исторических фильмов. Невозможно рассмотреть все за такое короткое время, но я бы, наверное, сходила сюда еще раз на подольше. Практически это такой же рынок, но уже в павильоне. Проходы крошечные, вещи повсюду, даже свисают с потолка. Сервис здесь не особо клиент-ориентированный, продавцы неприветливые и с неохотой показывают товар. И видеосъемка здесь тоже запрещена, не знаю, что такого они скрывают. С обратной стороны этого же здания есть планета Second Hand. Здесь я тоже решила посмотреть стойку с эксклюзивом, было несколько шелковых вещей. Ну и кроме шелка, ничего стоящего я больше не увидела. Все остальное, как всегда, масс-маркет. Этот магазин гораздо меньше первого, в котором мы были, но тоже очень чистый и светлый, что особенно заметно на рынке. Скидка дня сегодня была 20%. Рынок на Удельной работает с 9 утра до 5 часов вечера, но говорят, что некоторые приходят чуть ли не в 6 утра, как на завоз в Second Hand, чтобы купить все самое лучшее. В субботний вечер мы решили провести на концерте Кипелова. Билеты покупали тем же утром. Проходил он во два грин-консерта. Кипелова. 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 Я в свободе. Славно птицам не за. Я в свободе. Я забыл, что значит стран. Я в свободе. Скидки передам на раме. Я в свободе. Я в свободе. Я в свободе. Я в свободе. До свидания, Питер. Спасибо вам за этот настоящий горячий городский прием. Храни вас Бог. До свидания, Питер. Вот и подошла к концу первая часть. Обязательно смотрите следующий выпуск. Там будет очень много нереально крутых секонд-хендов Питера. Если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите его лайком. Подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых выпусках. А также подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании к этому видео. Ну а я как всегда желаю вам удачных находок, творчества, вдохновения. И увидимся с вами в следующем выпуске.